Читательская грамотность Схема ниже показывает структуру работоспособного населения в определенной стране. Общая численность населения на 1995 год составляла примерно 3,4 миллиона. Структура рабочей силы в тысячах к концу 31 марта 1995 года. Примечания. Первое. Численность людей дана в тысячах. Второе. Работоспособное население – это население в возрасте от 15 до 65 лет. Третье. Люди категории, не входящие в состав рабочей силы – это те, кто не ищет работу и или не может работать. Для ответа на следующий вопрос мы используем схему структуры рабочей силы, приведенную выше. На какие две основные группы подразделяется работоспособное население? А. Работающие и безработные. Б. Работоспособного возраста и неработоспособного возраста. С. Работающий полный рабочий день и работающий неполный рабочий день. Д. Входящие в состав рабочей силы и не входящие в состав рабочей силы. Если вы обратили внимание, мы уже упоминали, что трудоспособное население делится на тех, кто входит в состав рабочей силы, и на тех, кто не входит в состав рабочей силы. Отсюда следует, что ответ D правильный. Переходим к следующему вопросу. Ребята, по данной схеме мы видим, как население разделено на группы. Работоспособные населения, входящие в состав рабочей силы, работающие, работающие полный рабочий день, работающие неполный рабочий день, ищущие работу на полный рабочий день, не ищущие работу на полный рабочий день, безработные, ищущие работу на неполный рабочий день. Поставьте крестик в нужную ячейку таблицы Первая строка таблицы уже сделана в качестве примера Рассмотрим таблицу Первое. Официант, 35 лет, работает неполный рабочий день Второе. Предпринимательница, 43 года, работает 60 часов в неделю Третье. Студент дневного отделения, 21 год Четвертый. Мужчина, 28 лет, недавно продал свой магазин, ищет работу Пятое. Женщина, 55 лет, никогда не работала и не хотела работать в недома Шестое. Восьмидесятилетняя бабушка, которая все еще работает несколько часов в день в семейной торговой лавке Переходим к следующему вопросу Информация о структуре рабочей силы представлена в виде схемы, приведенной выше Но также она могла быть представлена рядом других способов Например, письменным описанием, круговой диаграммой, графиком или таблицей Данный вид схемы, скорее всего, был выбран, потому что через нее наиболее удобно показать Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно поговорить о форме текста Мы знаем, что числовые, схематичные тексты можно выразить разными способами Например, в виде таблиц Диаграмм Графиков и схем Представьте, что вы использовали круговую диаграмму для размещения этой информации Как выглядят данные? Конечно, основную информацию извлечь будет сложнее Это означает, что подобную таблицу можно более эффективно использовать для отображения сегментов населения, составляющих каждую группу Как видите, чтение электронных таблиц и схем требует особого подхода Продолжайте тренироваться Мы надеемся, что это видео поможет развить ваши умения Совершенствуйтесь и успех придет к вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!